Меры поддержки семей с детьми, о которых заявил президент в ежегодном послании Федеральному собранию, должны улучшить демографическую ситуацию в стране. Так, государственная программа материнского капитала будет продлена еще на 6 лет, и в ней предусмотрены существенные изменения. Какие, расскажет Наталья Приходько. С января 2020 года семьи впервые будут получать материнский капитал уже при рождении первенца. Раньше его давали за второго и последующих детей. Воспользоваться этим правом можно было только один раз. Речь идет о федеральной выплате. Регионы также устанавливали свои меры поддержки семей с детьми. При рождении первенца семья получит мат-капитал, принятый на данный момент. Сейчас его размер составляет почти 466 тысяч рублей. По словам президента, в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. За второго ребенка государство доплатит 150 тысяч. При рождении третьего ребенка выплата составит 450 тысяч рублей. Что же касается семей, где уже есть один ребенок, который родился до 2020 года, то за второго они получат сразу повышенную выплату – 616 тысяч рублей. В Хабаровском крае действует также региональный материнский капитал. Это относительно новая мера поддержки семей. При рождении первого ребенка семья получает от региона 28 тысяч рублей. При рождении второго – почти 140 тысяч. За третьего – 250 тысяч. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. Меры поддержки семей с детьми должны изменить демографическую ситуацию в стране. В сегодняшнее время у нас яма, то есть 90-х годов, когда фактически не рождались у нас дети в 90-х годах. А сегодня это наши студенты, то поколение, которое сегодня должно какой-то толчок в демографии давать. Ежегодно до 800 тысяч семей в России получают сертификат на материнский капитал. Эта программа действует с 2007 года. Владимир Путин объявил, что ее продлят вплоть до 2026-го. Наталья Приходько, телеканал «Губерния».